здравствуйте уважаемые пользователи и подписчики этого канала вас приветствует павел кубарьков и в этом видео я хочу показать вам как сделать построение правильного пятиугольника при помощи циркуля и линейки существует много различных способов сделать это построение один из самых распространенных это вписание пятиугольника в заданную окружность это же эквивалентно делению окружности на 5 равных частей секторов после того как описанная окружность изображена нам нужно на ней где-то выбрать точку которая будет первой вершиной правильного пятиугольника p1 после выбора первой вершины нам нужно получить угол 72 градуса с вершиной в центре этой окружности он и отсекет вторую вершину p2 и затем копированием этого угла можно получить все остальные вершины для правильного пятиугольника если такое разделение где-то нужно сделать быстро в практических целях один из самых эффективных и оптимальных способов это использование транспортира это потребует минимального количества действий при помощи циркуля и линейки это делается следующим образом разметка на линейке при этом не используется нужно провести диаметр окружности через точку p1 в результате мы получим точку пересечения а с описанной окружностью затем нужно провести перпендикулярный диаметр он будет проходить через точку для этого нужно на циркуле установить произвольный раствор больше чем радиус описанной окружности и этим радиусом начертить окружность с центром в точке а будет достаточно двух засечек и затем точно таким же радиусом начертить окружность с центром в точке p1 в результате мы получим две точки пересечения хотя здесь будет достаточно и одной точки потому как прямая линия однозначно определяется двумя несовпадающими точками а одна из точек через которую проходят все диаметры в том числе и перпендикулярный здесь уже известно горизонтальный диаметр образует точку пересечения с окружностью c далее нам нужно радиус от c разделить пополам для этого циркуль устанавливаем на раствор равный от c и этим радиусом проводим окружность с центром в точке c образуются две новые точки пересечения с описанной окружностью c1 и c2 проводим через них линию которая разделит пополам радиус от c и образует новую точку пересечения c3 далее циркуль нужно установить на раствор равный расстоянию p1 c3 и этим радиусом начертить окружность с центром в точке c3 в результате мы получим точку пересечения d с горизонтальным диаметром и вот расстояние от точки p1 до точки d это и есть длина стороны правильного пятиугольника вписанного в эту окружность устанавливаем раствор циркуля так чтобы он был равен расстоянию p1 d и таким радиусом чертим окружность с центром в точке p1 в результате у нас образуются два новых пересечения с описанной окружностью это вершины правильного пятиугольника p2 и p5 угол p1 o p2 равен углу p1 o p5 и это 72 градуса далее нам остается только копировать этот угол чтобы получить все остальные вершины для этого таким же радиусом проводим окружность с центром в точке p5 получаем точку пересечения вершину p4 и далее точно таким же радиусом проводим окружность с центром в точке p2 или же можно провести ее с центром в точке p4 образуется точка пересечения вершины p3 таким способом можно сделать построение правильного пятиугольника методом его вписания в заданную окружность правильность и точность этого построения можно доказать различными способами, например, вычислять расстояния, которые получаются в ходе этого построения, а потом при помощи обратных тригонометрических функций высчитать половину центрального угла P1, O, P2. Также это же построение можно сделать немного по-другому. Когда мы доходим до этапа построения окружности с центром в точке C3 и радиусом C3, P1, эту окружность можно продлить до пересечения с продлением горизонтального диаметра. Образуется точка пересечения G, затем радиусом P1D провести окружность с центром в точке P1, образуются точки пересечения вершины P2 и P5, и затем радиусом P1G провести окружность с центром в точке P1. Она образует два новых пересечения с описанной окружностью, это вершины P3 и P4. При этом отрезок P1G, оранжевый, он равен диагонали пятиугольника. Помимо построения методом вписания в заданную окружность, возможно построение правильного пятиугольника по заданной стороне. То есть здесь весь процесс построения начинается с проведения одной из сторон для будущего пятиугольника. И для того, чтобы эту линию достроить до правильного пятиугольника, нам нужно на циркуле установить раствор равный P1, P2 и таким радиусом начертить окружность с центром в точке P2 и провести точно такую же окружность с центром в точке P1. Далее к стороне P1, P2 необходимо восстановить серединный перпендикуляр. Для его построения будет использоваться получившаяся при пересечении окружностей точка A1 и вторую точку для экономии места. Я получу при помощи построения двух одинаковых окружностей меньшего радиуса с центрами в точках P2 и P1. Через получившиеся точки пересечения проводим линию, которая является серединным перпендикуляром к горизонтальному отрезку P1, P2 и пересечением определит его середину, точку A3. Далее в одной из конечных точек отрезка, например в точке P1, необходимо восстановить еще один перпендикуляр. Для этого горизонтальный отрезок нужно продлить и затем произвольным радиусом начертить окружность с центром в точке P1 для получения двух точек пересечения с горизонтальной линией на одинаковом расстоянии от точки P1. Это точки пересечения B1 и B2. Затем на циркуле раствор нужно установить на новый произвольный радиус, он должен быть больше, чем радиус предыдущей проведенной окружности, то есть больше, чем расстояние B1, P1. И таким радиусом провести окружность с центром в точке B2. И затем точно такую же окружность с центром в точке B1 для получения точки пересечения B3. Затем через точку пересечения B3 и P1 проводим линию, которая образует точку пересечения B4 с одной из окружностей. После этого на циркуле устанавливаем раствор равный расстоянию A3, B4 и таким радиусом проводим окружность с центром в точке A3. Появится точка пересечения B5 с горизонтальной линией и полученное при этом расстояние B5, P2, оно равно диагонали пятиугольника. Устанавливаем на циркуле это расстояние и таким радиусом проводим окружность с центром в точке P2. У нас появятся новые пересечения. Пересечения с окружностью это вершины P5 и пересечения с серединным перпендикуляром это вершина P4. Для того, чтобы определить положение еще одной точки вершины пятиугольника, на циркуле необходимо установить раствор равный стороне пятиугольника и таким радиусом начертить окружность с центром в точке P4. Появится точка пересечения, это вершина P3 для правильного пятиугольника. Так осуществляется построение по заданной стороне. Также есть еще один интересный способ построения правильного пятиугольника, где в качестве начального условия известен радиус его описанной окружности. Правильный пятиугольник можно разделить на 10 равных прямоугольных треугольников и у каждого из них меньший острый угол будет равен 36 градусам, одна десятая часть от 360 градусов. Гипотенуза такого треугольника равна радиусу описанной окружности правильного пятиугольника, а больший катет равен радиусу вписанной окружности. И r маленькая при известном r большом можно найти, если r большое, гипотенузу, умножить на косинус 36 градусов. Косинус – это тригонометрическая функция. Самое простое геометрическое определение косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике с катетами A и B и гипотенузой C выглядит так. Косинус угла α – это такое число-коэффициент, которое получается в результате деления длины прилежащего к углу катета B на длину гипотенузы C. И это соотношение, B разделить на C, всегда будет оставаться одним и тем же, независимо от размеров этого прямоугольного треугольника. И для 36 градусов значение косинуса равно 1 четвертой части от суммы единицы и квадратного корня из 5. Например, если мы в этом прямоугольном треугольнике с углом 36 градусов знаем длину гипотенузы C и хотим найти длину катета B, нам нужно длину гипотенузы C умножить на косинус 36 градусов. И тогда получится определить длину прилежащего катета B. На этой иллюстрации прилежащий к углу катет – это радиус вписанной окружности. И если мы радиус описанной окружности, гипотенузу, примем равным единице, то у нас радиус вписанной окружности просто будет равен косинусу 36 градусов. Для решения задачи построения правильного пятиугольника этой закономерностью можно воспользоваться так. Начертить центром в точке О окружность, радиус которой равен единице, и окружность, радиус которой равен 1 четвертой части от суммы единицы и корня из 5. Затем на меньшей окружности где-то выбрать точку P нулевое, и в этой точке к окружности провести касательную. Касательная к окружности – перпендикулярно радиусу окружности, который проведен в точку касания. Касательная своими пересечениями с внешней окружностью определит положение точек вершин P1 и P2, и затем копированием длины P1-P2 можно будет определить положение всех остальных вершин для правильного пятиугольника. Основная задача здесь состоит в том, чтобы графическим способом получить отрезок, длина которого равна радиусу вписанной окружности пятиугольника. И сделать это можно так. Начертить отрезок, длина которого равна единице, и в одной из его конечных точек восстановить перпендикуляр, равный единице. Затем удвоить длину этого перпендикуляра. И таким образом мы получим катеты прямоугольного треугольника, у которого длина гипотенузы равна корню из пяти. Затем эту гипотенузу необходимо продлить отрезком единичной длины, и у нас получится отрезок, длина которого равна единице плюс корень из пяти. Этот отрезок нужно разделить пополам и оставшуюся половину еще раз разделить пополам. И так у нас получится отрезок нужной длины, равный 1 четвертой части от суммы единицы и корня из 5. Построение таким способом можно сделать так. Проводим отрезок AB, длина которого будет равна радиусу описанной окружности правильного пятиугольника. Затем устанавливаем на циркуле произвольный раствор и чертим окружность с центром в точке А. Для того, чтобы получить две точки пересечения с горизонтальной линией, которые будут равноудалены от точки А. Это точка пересечения А1 с продлением отрезка и точка пересечения А2 с отрезком. Далее на циркуле нужно установить новый произвольный радиус побольше. Он должен быть больше, чем расстояние АА1. И таким радиусом начертить окружность с центром в точке А2. И точно таким же радиусом начертить окружность с центром в точке А1. Для получения точки пересечения А3. Через полученную точку А3 и точку А проводим линию, которая является перпендикуляром к отрезку. Далее на циркуле нужно установить единичный раствор, равный расстоянию АВ. И таким радиусом начертить окружность с центром в точке А. Появится точка пересечения окружности и перпендикуляра В1. И далее нужно точно таким же радиусом начертить окружность с центром в точке В1. появится точка пересечения B2 окружности и перпендикуляра. При этом отрезок B2A имеет длину 2 единицы. Затем через точки B2 и B проводим наклонную линию, которая содержит гипотенузу прямоугольного треугольника B2AB. После этого нужно единичным радиусом, равным расстоянию AB, начертить окружность центром в точке B2. Появится точка пересечения C. Отрезок BC имеет длину единицы плюс корень из пяти и его необходимо разделить пополам. Для этого на циркуле нужно установить произвольный радиус, который больше чем половина отрезка BC и таким радиусом провести окружность с центром в точке B. И затем точно таким же радиусом провести окружность с центром в точке C. Появятся точки пересечения окружностей C1 и C2. Через полученные точки пересечения проводим линию, которая разделит отрезок BC пополам и образует с ним точку пересечения C3. После этого отрезок BC3 нужно разделить пополам, чтобы получить 1 четвертую часть от отрезка BC. Для этого выполняется такой же набор операций. Проводятся две одинаковые окружности с центрами в точках B и C3. И появляются две новых точки пересечения C4 и C5. Через эти точки пересечения проводим линию, которая образует точку пересечения C6. В результате выполнения всех этих действий появился отрезок BC6, длина которого соответствует радиусу вписанной окружности правильного пятиугольника, у которого радиус описанной окружности равен отрезку AB. Выбирается точка центр О для этих окружностей. Проводится вписанная окружность, радиус которой соответствует длине отрезка BC6. И затем с центром в этой же точке О проводится описанная окружность пятиугольника. Радиус описанной окружности равен на отрезку АВ. Затем на маленькой вписанной окружности произвольно выбирается точка П0, где будет происходить касание окружности и стороны правильного пятиугольника. Для построения касательной окружности в точке П0 сначала следует провести радиус окружности в точку П0 и затем произвольным радиусом провести окружность с центром в точке П0 для того, чтобы получить две точки пересечения на одинаковом расстоянии от точки П0. Это точка пересечения Е1, окружности и радиуса и точка пересечения Е2, окружности и продления радиуса. Затем произвольным радиусом, большим чем расстояние Е1, П0, чертим окружность с центром в точке Е2 и точно такую же окружность с центром в точке Е1. Появятся точки пересечения окружностей Е3 и Е4, которые однозначно определят положение касательной окружности, которая проходит через точку П0. Касательная своими пересечениями с внешней окружностью определит положение вершины П1 и вершины П2 правильного пятиугольника. После этого на циркуле необходимо установить раствор равный стороне П1-П2 и таким радиусом провести окружность с центром в точке П2. Появится точка пересечения с описанной окружностью, это вершина П3 правильного пятиугольника. Далее точно таким же радиусом следует провести окружность с центром в точке П3. После ее пересечения с описанной окружностью произойдет определение точки вершины П4. И чтобы определить пятую вершину пятиугольника, такую же окружность нужно провести с центром в точке П4 или же можно провести ее с центром в точке П1. Так осуществляется построение правильного пятиугольника методом графического определения радиуса его вписанной окружности. Сделав построение правильного пятиугольника любым способом, можно сделать построение правильной пятиконечной звезды, если провести все его диагонали или продлить стороны до пересечения. Причем диагонали правильного пятиугольника своими точками пересечения делятся в соответствии с золотым сечением. В пятиугольнике со стороной А точка пересечения разделяет диагональ на два отрезка А и Б. Так что при делении длины отрезка А плюс Б на большую часть А результат будет таким же, как при делении большей части А на меньшую часть Б. Такое соотношение двух величин называется золотой пропорцией, и само соотношение равно числу одной второй части от суммы единицы и квадратного корня из пяти. Обозначается это число греческой буквой φ. С использованием длины стороны пятиугольника и длины его диагонали можно построить золотой прямоугольник, у которого стороны будут соответствовать этому соотношению. Такой прямоугольник можно разделить на квадрат со стороной А, и другой прямоугольник, у которого стороны также будут соответствовать золотому сечению. В такой прямоугольник можно вписать золотую спираль. Эту интересную закономерность, связанную с золотым сечением, можно использовать для моделирования жесткой сборки правильного пятиугольника из деталей металлического конструктора. Если просто соединить 5 деталей в соответствующую правильную пятиугольную форму, так чтобы любые двесмежные детали образовывали соответствующий правильному пятиугольнику внутренний угол 108 градусов, такая конструкция не будет иметь структурной жесткости. Чтобы жестко зафиксировать три вершины правильного пятиугольника, нужно смоделировать рассостояние, равное его диагонали. Доступная мне деталь конструктора имеет длину 14 единиц. При этом длина диагонали будет равна 14 умножить на число φ. Эту запись можно немного преобразовать. 14 разделить пополам и потом 7 умножить на скобку единицы плюс корень из 5. Получится 7 плюс 7 корней из 5. Далее эту запись 7 плюс 7 корней из 5 можно преобразовать при помощи такой операции, которая называется внесение множителя под знак квадратного корня. 7, который умножается на корень из 5, вносится под знак корня, возводится там в квадрат и уже под корнем умножается на 5. То есть когда мы вносим какой-то множитель под знак квадратного корня, его под корнем необходимо возвести в квадрат. После выполнения всех этих преобразований у нас получится длина диагонали 7 плюс корень из 245. И такую длину можно получить при помощи деталей конструктора следующим образом. Нужно собрать прямоугольный треугольник с длиной гипотенузы 21 единица и длиной катета 14 единиц. Тогда другой катет этого треугольника как раз будет соответствовать корню из 245. И прибавив к этому расстоянию 7 единиц, можно получить нужную длину, которая в точности соответствует диагонали правильного пятиугольника. Чтобы жестко зафиксировать положение вершин этого прямоугольного треугольника, нужно с другой стороны симметрично присоединить такие же детали. Получится равнобедренный треугольник, который состоит из двух прямоугольных треугольников с соответствующими размерами. И высота этого равнобедренного треугольника равна катету прямоугольного треугольника, который равен корню из 245. Эта дополнительная сборка, показанная светло-синим цветом, она также не имеет жесткости. Чтобы жестко зафиксировать основание треугольника под прямым углом, нужно присоединить две дополнительные детали, так чтобы они образовали прямоугольные треугольники с целочисленными сторонами 3, 4 и 5 единиц. Прямоугольный треугольник обеспечит жесткую фиксацию прямого угла 90 градусов. И еще одну деталь необходимо присоединить для жесткой фиксации правой части пятиугольника. Такая модель правильного пятиугольника будет сохранять структурную жесткость. Эта модель точно иллюстрирует правильную пятиугольную форму. Можно разработать и много других моделей, использующих другие принципы, например моделирование внутреннего угла. Также можно сделать приближенную модель, где диагональ будет иметь целочисленную длину и сторона пятиугольника тоже будет иметь целочисленную длину. Причем с увеличением длины составляющих деталей точность приближенной модели можно увеличивать. Принцип создания такой приближенной модели правильного пятиугольника основан на использовании следующей зависимости. Число φ, которому равно соотношение длины диагонали правильного пятиугольника к длине его стороны является пределом соотношения двух следующих друг за другом чисел из последовательности чисел Фибоначчи. Последовательность чисел Фибоначчи формируется так. Число f0 принимается равным 0, число f1 принимается равным 1. Следующее число получается как сумма двух предыдущих чисел. В соответствии с этой несложной рекуррентной формулой формируется такая числовая последовательность, где каждое число после первых двух, которые приняты как начальное условие, равно сумме двух предыдущих чисел из этой последовательности. Последовательность чисел Фибоначчи можно продолжать бесконечно. И если из нее взять какое-то число и разделить на предыдущее число, конечно кроме случая деления на 0, то можно для соответствующего предела и для числа φ получать приближенные значения. Например, деление числа 34 на число 21 дает достаточно хорошее приближение, которое от истинного значения отличается примерно на 0,001. И чем больше взять пару чисел из этой последовательности для формирования обыкновенной дроби, тем точнее будет приближение. По-другому это называется аппроксимация. Номер числа в последовательности n маленькая стремится к бесконечности, соотношение чисел Фн плюс первого к Фн стремится к числу φ. Так можно добиться любой необходимой точности приближения числа φ с использованием этой формулы. И приближение 34 на 21 является оптимальным вариантом для создания модели с использованием деталей конструктора, которые соединены для получения соответствующей длины. 21 единица для стороны пятиугольника и 34 единицы для диагонали. Для того, чтобы приближенная модель правильного пятиугольника из конструктора была жесткой, будет достаточно двух диагоналей. Такая модель состоит из трех соединенных между собой треугольников, а треугольник это жесткая фигура. Если диагонали закрепить так, чтобы они имели пересечение внутри пятиугольника, то вся фигура тоже будет сохранять жесткость. Все остальные диагонали пятиугольника можно присоединить для симметрии. На физической модели пятиугольника из конструктора все незначительные ошибки аппроксимации компенсируются зазорами в болтовых соединениях. При использовании для аппроксимации соотношения 34-21, если сторона пятиугольника будет иметь длину 1 метр, это 1000 мм, то длина диагонали от истинного значения будет отличаться примерно на 1 мм в большую сторону. Такие существуют интересные способы построения и моделирования правильного пятиугольника. И есть еще очень много других способов. Например, правильную пятиугольную форму можно получить путем складывания бумаги. Для быстрой разметки правильного многоугольника с любым числом сторон, если его необходимо нанести на какой-либо поверхности, самым оптимальным вариантом будет использование транспортира или непосредственный расчет длины стороны правильного многоугольника в зависимости от радиуса его описанной окружности. По формуле, длина стороны правильного многоугольника равна 2 умножить на r умножить на синус от 180 градусов, деленных на желаемое число сторон. На этом я заканчиваю. Всем спасибо. До свидания.